ребята всем привет с вами александра школзе game и время создать гибридика это ксенатодон это уже как говорится у меня по аккаунте да мы тоже сегодня сможем создать его 40 версию для этого давайте создадим сначала два тридцатых пойдем в битву pvp наверное посмотрим как они по силе будут у меня есть 2 2 серьезных битвы в турнире незаконченном посмотрим что там да как если хватит силы 30 то можно пойти туда а если не хватит силы 30 так давайте смотреть 1700 на 1000 мне там точно делать нечего такими ребятами тогда делаем два тридцатых идем на pvp арена потом делаем 40 и идем сражаться в турнир так похоже на акулу мака да или какую-то там белоперывание синюю акулу ну ведет себя да как прогнатодончик поглощает так у нас сила атаки в 1000 хорошо хорошо кстати заглянем гавань это мы всегда делаем так продать прогнатодончика давайте продадим раз он у меня есть зачем ждать пока он вырастет чтобы его продать за четырнадцать миллионов купить но пока что не знаю стоит не стоит вот эта са точно стоит ч ч ч ч а это днк шичка она что какая-то была редкая или почему за нее так много давали так насчет этого я пока что подумаю подумал сколько еще уйдет еды у нас на нашего гибрида посмотрим посмотрим так идем вот вот сюда сила атаки в 1000 вот наши два парня если будет рифовый бананичный ухты я чуть не промахнулся чуть двумя не пошел было бы неприятно так 1900 900 ну в принципе такой расклад меня вполне себе устраивает тоже 30 30 так ну мне на самом деле что нужно сделать мне бы конечно слить банана гмиуса ну вот этого парня надо сливать тогда у нас шансы повысятся у него 5 баллов 2 атака на 3 всего лишь нехорошо атака всего лишь на 3 2 балла у него осталось мне нужно на 4 протачить но в принципе меня это устраивает я выбью с сильного противника а потом уж будем как-то с дакадермами разбираться ой 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 как не прикольно да атаковать нужно намного давайте ну в общем то победа наша раз два он труп раз два три думаю вряд ли больше а а вот так еще одна красивенькая дакадерма семь баллов о да атака на 6 на 6 на 5 но это не честно за два он меня не пробивал а я на 7 вообще-то на щеку похоже крупным планом о а а а он 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 так ну с этим мы как бы разобрались крутись вертись прокси ксенатодон и также блин к этим почти не сражался даже не за в него скажем так не запомнил его имя так а теперь у нас превратится в китайского водного дракона в какого-то так готово вот такой вот у нас красавчик сейчас мы почитаем про него как он только съесть еще одну рыбешечку красивые красивые новые гибриды это могучий водный гибрид большую часть времени занят охотой у поверхности воды ксенатодон обитает ближе к поверхности воды однако с возрастом предпочитает уходить все дальше на глубину что-то вообще не помню вам не прочитал прошлый раз эту штуку с возрастом расцветка ксенатодона приобретает пурпурный цвет это помогает ему скрыть свое присутствие среди мерцающих волн так шипы на морде ксенатодона не только защищает его но и помогает улавливать колебания и выслеживать добычу это про какие шипы на морде именно речь идет про ути вверху внизу да ну что так 2 500 на 1500 попробуем давайте что-то с этим сделать вот видите за битве за фараракс так но в эту битву мы его взять не можем он здесь особо бесполезен а подождите он поверхностный а он поверхностный тогда нормалек вот так вот так вот так да как то так зачем я взял сюда пещерного кто-нибудь знает артакантус артак он здесь лишний давайте мы сейчас его наверное и сольем давайте сделаем так чтобы было больше дело нашему ксенатодону отлично был и не стало так делаем раз два он покойник раз два три поставлю чтобы наверняка выжить потому что маловато из жизни у ксенатодона он конечно далее далеко не топ среди гибридов он вообще какой редкости типом ред по цвету я чуть сейчас ним не потеряюсь это супер редкий или какой он там выжил гаденыш мелкий чё пробить может таки пробил ну ладно жаль 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 флотозавра пять косарей жизни там не четыре с чем-то она бьет он не шибко больно наш ромаляо легко его прокусит флотозавра 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 есть один бой это нас бой давайте глянем что у нас там вот такие вот ребята сейчас глянем не давать потом глянем сначала пойдем вот сюда хайнич пойдет туса тэос и дунглиозавр погнали любимчики мои да геликус кыш отсюда то на тебя этого ксифактина натравлю ну даже так архелон не шибко больно бьет так как будем разбираться так мне этого туса тэоса терять нельзя там на хайнозавре неприкольно что там он себе думает непонятно ухты чистых 4 ничего себе практически прогрыз его восемь восемь атака на шесть на 7 так ну это короче изи катка 4 даже поставлю подождите него остался один балл может меня немножко укусить подождите подождите хитер хитер офис хочет сожрать моего кальмарчика но походу он это сделает опять один балл приберег ну у нас все отлично у нас появилась остался самый сильный дунглиозавр Гибрид наш Раз, два, три Раз, два Ладно, три поставлю Ну, думаю, хватило бы с лихвой И двух, а то и одного Нет, одного не хватило бы Двух хватило бы У него пять Ну, да, не, все правильно Двух могло бы не хватить Так, ну, у него-то шансов нет Отдавайте, все готово И вот Фараракас Ну, или Фараракс Здесь он называется как-то немножко Необычно Фараракс Более распространенное, как по мне Название, давайте сейчас зайдем И глянем же на него Фарарак, так, это у нас Гасторнист, ну, его родич Так, вот, 19 Уйди Так, вот, Келенкин Обладатель птицы, террор птицы Обладатель самой большой головы Среди птиц И наш, собственно говоря, где-то Фараракс Во, вот наш Фараракс Во, вот наш Фараракс Суперредкий Суперредкая птичка Вот так выглядит Так, вот так на начальном этапе, да И вот так немножко Распушилась Расхохолилась Так, а что там у нас по крыльям Крылья вообще как будто бы Общипанные Так Получил свое имя из греческого языка Среди переводов Тряпочный вор И держатель веток Очень странное название 2,4 метра роста 130 килограмм вес Но это мало Мало Птицы там и по 500 килограмм Ну, ладно, по 400 были Он какой-то худой Хотя Фараракс И не летает Он является хищной птицей На его маленьких крыльях Имеется острые когти Которым он хватает жертву Ну, выглядит как-то смешно Обладает Изогнутым остроконечным клювом С помощью которого Он пробивает череп жертвы Ну, скорее всего Он вообще даже Лапами с этим всем делом справляется Ну, а на этом, ребятки, все Всем пока